Если бы дальнобойщики привезли свои машины в центр города, забили бы площади, то понятно, что другие люди бы сразу, мгновенно к ним присоединились бы, и это бы парализовало бы нашу страну, и власть не то, чтобы сделала платную дорогу, она бы доплачивала за то, чтобы вообще по дороге ездить от страха, что у них отберут все. Все, понимаете? Только процесс только начал набирать силу, власть испугалась, откатилась назад. Собственно, и сейчас такая же ситуация. Вы недовольны по росту цен на продовольствие, другие товары, но вы молчите, вы не выходите на протест. Протест не соглашается на уступки грабителей и будет стоять до полной отмены платы за дороги. Активист из Астаны Марат Мусабаев поддержал протестующих. Он убежден, что для развития протеста митинги должны переместиться в города, только так можно добиться полного исполнения требований. Ребята, пока мы не научимся митинговать, мы ничего не добьемся. Вообще этот вопрос с платными дорогами можно было решить за день, даже за полдня. Всей страной выйти и перекрыть все дороги. Ну, даже не перекрывать дороги, а просто выйти на улицы всем, не только дальнобойщикам, а всем жителям. И этот вопрос решили буквально за несколько часов. А мы это тянем кота за хвост. Пока у нас не будет единства, у нас не будет ничего. Так что, ребята, думайте. Марата задержали на рабочем месте, чтобы он не смог пойти в СИЗО встречать Оскара Кагирбека. Массовой поддержкой взорвался народ также из-за ареста Бекижана Мендегазиева. Его преследуют по политическим мотивам в связи с правозащитной и оппозиционной деятельностью его брата Барлыка Мендегазиева. Освободить брата Барлыка Мендегазиева Бекижана. Прекратить преследование сотрудников компании КСС. Прекратить политически материированное преследование мецената, правозащитника Барлыка Мендегазиева и его семью в Казахстане. Сотрудники компании КСС обращаются к Евросоюзу из США и требуют прекратить политическое преследование работников компании и освободить политического заключенного. Также инвалиды казахского общества слепых провели митинг перед зданием горсуда Алматы. За ним, во-первых, имеется очень большой долг, больше 138 миллионов тенге. Листиция почему-то его с такими долгами незаконно зарегистрировали. Им навстречу вышел представитель Акимата и пригрозил завести на инвалидов уголовные дела, если они не разойдутся. Казахстанская гнилая власть пугает беспомощных инвалидов. Люди должны присоединиться к протестам, чтобы десятки активистов, сидящих в изоляторах за требования лучшей жизни для граждан, наконец вышли на свободу. Невиновных людей намеренно пытают в камерах, они постоянно находятся в нечеловеческих условиях, сырости и зловонии. Еда отвратительная, свидания с родственниками запрещены. Большинство из них находятся в тяжелых тюремных условиях уже более 9 месяцев. Их семьи лишены поддержки и каждый может пожертвовать тысячу тенге в месяц на самое необходимое для детей политзаключенных.